Площадь национального парка Таганай 56 гектаров. Природного парка Олень и Ручьи, что под Екатеринбургом, 12 гектаров. А вот национального парка Зюраткуль 88 гектаров. Только тысяч гектаров. Да, тысяч гектаров. Огромные площади простираются среди гор лесов и требуют охраны и заботы. Ее обеспечивает совсем небольшая команда. Да, и сегодня у нас в гостях руководители этой команды директор национального парка Зюраткуль Александр Прюханов. Доброе утро. Доброе утро. Александр Анатольевич, доброе утро. Ну вот мы уже сказали, что команда-то небольшая на самом деле. Сколько у вас в команде человек? Порядка 70 человек. 70 человек на 88 тысяч гектаров. Да, на 88 тысяч гектаров. Ну это все-таки я считаю, что это специалисты. Это понятно, это госинспектора. Ну вот 70 человек у нас работает. А где вы берете вот этих самых специалистов и чем вы их приманиваете все-таки? Ну, наверное, это все-таки должно быть у него что-то в душе все-таки. То отношение любительской природы. Я думаю, что да, и патриотизм. Ну и понятно, что с образованием у нас работают и лесоводы, и у нас и финансисты, и юристы работают. Ну, как сказал бы, и лесоводы, и биологи, географы работают. То есть такой большой спектр. Несмотря на маленькую команду, спектр большой. А скажите, а вот охотно идут к вам на работу? Это же все-таки это нацпарк. Ну, это все-таки для избранных, наверное. Это для избранных все-таки не так сильно идут, но такого большого конкурса нет. И недостаток кадров нет. Недостаток кадров, конечно, есть. Есть, да? Проблема есть, конечно, да. Вот мы прямо сейчас видим ваши заповедные места, видим вот эту красоту. Вы наверняка ее знаете прям на все 100%. Ну, уже отработал уже больше 20 лет, стараясь еженедельно, ну, раз в две недели, так сказать, бывать в каких-то уголках. А вот, Александр, скажите, на сегодняшний день у вас более 100 посетителей в день. В день. Правда ведь? Да. Вот тут мы даже, извините, Александр, вот даже я статистику прочитаю, в год у вас примерно 34 с половиной тысячи платных посетителей. Вот это много или мало? Я думаю, я маленько поправлю, даже не 34, а около 100 тысяч человек. Около 100 тысяч? Около 100 тысяч человек в год. А мы оплатные, это мы оплатные, у меня статистика оплатные. А это они все равно не все платные, но где-то платные около, наверное, 80 тысяч. И 20 тысяч это идут, понятно же, что это дети идут, какие-то экскурсионные, которые идут местные даже на Штаткинского района, около 100 тысяч человек. Я скажу, что это немного. Немного? Это немного. Понятно, что наша задача сегодня как-то распределить, чтобы не только были на одном озере, но мы еще делаем сегодня это районы Сибирки. Это вот сейчас идет район того же самого Тюлюка, где как раз рядышком будет организоваться Зигальга. То есть это такое третье направление, которое его нужно маленько распределять, чтобы это было не в одно время, не в один летний период. Вот у нас тот же самый фонтан, он в зимнее время работает. То есть задача распределить вот это вот количество людей, но 100 тысяч, не сказать, что мало, ну для средней статистики это нормально. Но хотелось бы, чтобы было побольше. С потоком-то с таким справляетесь, правильно? Да, сегодня у нас существует два круглосуточных поста, которые этот поток как раз регулируют. Вот в этом году, до конца года мы планируем еще и третий открыть такой пост, как говорят, направление. Ну и понятно, что еще визит-центры, которые призваны информировать, рассказывать и также перенаправлять эти потоки. А вот, Александр Витальевич, можно я вопрос задам? Вот с 1 июня была поднята плата за вход с 50 до 100 рублей. И вопрос, вот я понимаю на него ответ, но вопрос, который задает много зрителей, а куда идут деньги? А вот за что вы берете такие деньги, да, вот ответьте. Ну, во-первых, поднялось это с прошлого года. С прошлого года? Не до этого, да. Мы вообще, входная плата, она была как у нас услуга с момента организации парка берем. И все деньги направляются на благоустройство. Понятно, это благоустройство. Мы же, кроме того, как охрана, еще и занимаемся и содержанием дорог. У нас сегодня порядка около 20 километров, которые мы делаем на тот же фонтан, на тот же кордон, на тот же самый поселок Зераткуль. Пусть даже совместно и с администрацией района, и с предпринимателями эту дорожку тоже делаем, но вкладывают туда парк тоже. Понятно, что уборка мусора, это тоже все это на эти средства мы тратим, те, которые мы собираем деньги. Ну и на благоустройство, конечно, на благоустройство. Конечно. У нас сегодня вопрос эфира, чего не хватает, да, вот те же самые лавочки, те же самые тропинки, это все на ваших плечах же, правильно? Конечно же. Сегодня вот такое было сказать, что охраны не хватает. Конечно же и охраны не хватает, но не хватает инфраструктуры. Только не той инфраструктуры, как всегда, думают, что должны быть там биатлонные стадионы, там горнолыжные комплексы. А как весь мировой опыт говорит о том, что должны быть, и гордятся они тем, что это обустроенные тропы и вольно пасущие животные. Вот к этому нужно сегодня стремиться, национальным парком, чтобы вот это вот... Кажется, что поддыхали действительно от города, правда, вещи люди? Конечно, конечно. Александр, сегодня ваш праздник, мы и вас поздравляем, и, соответственно, понимаем, что и вы должны поздравить коллег, поэтому эфир в вашем распоряжении поздравляйте. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники Национального парка, поздравляем вас с наступающим праздником, Днем работников заповедного дела. Ну, хочу пожелать здоровья, счастья, успехов и всего самого-самого. Чтобы было как можно больше сил дальше идти в бой, правильно? Ну что ж, мы также присоединяемся ко всем поздравлениям, напоминаем, что у нас в гостях был директор Национального парка «Азюра Артур» Александр Брюханов.